Спасибо вам на выступление. Я так возьму на себя смелость выступить, несмотря на угрозу со стороны вашего подчиненного, с одной стороны Владимира Петровича на комитете. Уважаемые коллеги, вопросов больше нет. Уважаемый Олег Филиппович, займите место в зале. Да, угрозы звучали. Как раз как бы Олег Филиппович сейчас с удовольствием напоминал про судебное дело против, иск против Мархаева, когда член Совета Федерации выступил и выразил свое мнение по профессионализму сотрудников полиции Республики Бурятия. Вот его судили. И вот как раз полковник Соднопа Владимир Петрович на комитете тоже меня угрожал. Говорит, вот Мархаева вашего судили, выступите на сессиях Урала, вас тоже судить будут. Поэтому я все равно возьму на себя смелость и выступлю. Ну, на мой взгляд, работа органов внутренних дел Республики Бурятия оставляет желать лучше. Вот здесь уже звучало действительно, да, и моральный облик МВД Республики Бурятия, я говорю, в данном случае уже установлены факты, когда у нас в Октябрьском отделе полиции на 23 февраля там стриптиз происходит и так далее, это уже стало давно достоянием общественности. Многочисленные случаи пыток, убийств в отделах МВД, когда молодые люди погибали на допросах в отделах, это тоже, к сожалению, реалии наши сегодняшние. И когда сегодня звучат очень красивые цифры про раскрываемость, про утечку, что про снижение преступности Республики Бурятия, мне кажется, любому из нас порой страшновато на улицу выходить, да, это очевидно. Но при этом у нас якобы число преступлений сокращается, и на этот счет достаточно, на мой взгляд, удачная шутка, но достаточно горькая была от одного моих товарищей, который говорит, у нас преступность сокращается, потому что из Бурятия даже преступники уже уезжают. Вот поэтому она сокращается, не потому что действительно работа правоохранительных органов настолько эффективна. Вот что касается примера, да, вот эффективности работы правоохранительных органов, к сожалению, совсем недавно шел из жизни Николай Васильевич Бутуханов, фронтовик, участник Великой Отечественной войны, который в 43-м году в окопах вступал в комсомол, коммунист до последних дней своей жизни, с чем я с гордостью, о чем я с гордостью говорю, член коммунистической партии Российской Федерации, бывший министр МВД, так вот при нем за 10 лет его руководство Министерством Министерства 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 Республики Бурятия было раскрыто 100% умышленных убийств, 100%. Вот это я понимаю показатель, вот это я понимаю настоящий результат работы правоохранительных органов. Сегодня в отчете мы слышали о том, что сентябрьские события упоминались, когда правоохранительные органы во всей красе себя показали, но сегодня мы с вами знаем, что участковых не хватает, сегодня депутаты об этом выступали, опорных пунктов полиции не хватает на местах, когда действительно надо бороться с преступностью на улицах. Но мы видели, какие спецсредства применяются и какие серьезные средства государство сегодня готово выделять на борьбу с людьми, которые озвучивают свои проблемы. Да, не совсем может быть в рамках тех формальных законов, которые в том числе Алексей Самбуевич, когда своим представленным мнением правительства, приехав в Республику Бурятию, приняли, когда запретили на митинги, допустим, на площади революции в центре города, загнали людей в парк юбилейный из Кверсинчихина, потому что неприятно видеть реальную жизнь людей. И так же, как сегодня про сельское хозяйство красиво рассказывали, а по факту мы знаем, как люди живут, то же самое сегодня по всей республике. Люди живут ужасно, люди живут плохо. Если бы люди жили хорошо, на площадь бы никто не вышел бы. И вы бы не пригнали бы туда три машины ОМОНа, вы бы не пригнали туда все МВД, и Кудинов лично не руководил бы этой карательной операцией, на мой взгляд, как бы ее по-другому называть, с применением топоров каких-то. Да, мне скажут, что я в МВД был, это была Росгвардия, секретные подразделения, которых в маске гражданки задерживали. У меня конкретная просьба, я прошу протокольно зафиксировать. И с 11 на 12 сентября, это после вот этого знаменитого, точнее, в день, когда разбивали стекла в наших машинах, утром, 8 часов утра, ведь был другой факт, который был менее известен такой в общественности. Когда подошли неизвестные люди, часть из них в какой-то там форме, часть в гражданском, меня депутата народного хорала, вашего коллегу, вообще не предъявляя никаких требований, не предъявляя удостоверения служебного, просто вот со словами «пошли со мной», схватили за рукав и потащили в неизвестный автомобиль УАЗ серого цвета, пытались туда меня засунуть. Я имею, как любое живое существо, инстинкт самосохранения, туда не сел. И мне удалось от этих бандитов, попытавшихся меня похитить, вырваться. Что было дальше? Я депутат народного хорала, еще раз подчеркиваю. Обычный гражданин Российской Федерации, Республики Бурятия, позвонил в полицию, в полицию по телефону. У меня есть соответствующая аудиозапись, у меня есть все доказательства насчет Литвова. И сообщил о попытке похищения депутата, потому что мне никто не представлялся, кто это, куда меня пытаются утащить. Я просил их объяснить, кто вы, куда вы меня тащите, они мне этого не объясняли. Попытались похитить. Полиция отреагировала ровно через неделю, в буквальном смысле. Прошло 7 дней, и там около 10 часов, когда участковый меня опрашивал по этому факту. После звонка в полицию я звонил дежурному прокурору Республики Бурятия. Это, по-вашему, нормальная работа правоохранительных органов? Да, кому няйки, мне нравится кому-то оппозиция. Поступил звонок в полицию от депутата, фамилиями отчества названы. Даже если не депутат, а просто гражданин. Говорит, что пытается похитить. Где реакция полиции? Нету. Далее, с 11 на 12 ночь. Об этом тоже сегодня почему-то МВД умалчивает. Вы очень красиво расскажете, как бы всех там несогласных разогнали. Вот такие молодцы. А что ж вы не рассказываете, что с 11 на 12 ночь, на следующий день после тех знаменитых уже событий, стоял автобус ПАЗ на площади Советов, в котором задержали 16 человек, не выдвигая никаких требований. Не просили никого выйти. Я там тоже был, да. Этот автобус был припаркован в положенном месте на площади Советов, где размятка есть. Нас вытащили, поставили на колени. Женщин. И вот ваш саднок мне угрожал, что если я это озвучу, там будут меня судить. Ну судите, если вы считаете необходимым. Я еще раз говорю, на моих глазах девушку, балдановый Сол Мэг, вытаскивали за ноги. Есть видеозаписи, когда это все происходило. Били ее головой об ступине автомобиля автобуса ПАЗ, выголокли ее на улицу. 16 человек, все 16 человек участников, мы написали заявление в полицию о незаконном задержании. В том числе о материальном ущербе я просто, ну знаете, сейчас даже покажу. Вот разбитые телефоны. Это мы все отражали в заявлениях в полицию. Где реакция полиции? Где разбирательство? Вы всегда гораздо обвинять других там, да? Вы мне не ответили на вопрос, когда Маркаева обвиняешь, что он там крышу, какой-то подпольный бизнес. Если виноват, посадите его. А если не виноват, не надо нам тут депутатам говорить, что а вот вам я ничего тут не обязан рассказывать. Это что за манера общения министра МВД разговаривать с депутатами народного хурала? Если вы даже не обязаны нам ничего тут говорить, можно этого некорректно говорить. Вы находитесь в стенах народного хурала. Нас депутаты избирали, в отличие от вас, граждане, которых вы обязаны защищать. А вместо этого вы сегодня нам показываете свою силу. Это полицейское государство. Такое государство не должно существовать. Полиция существует для нас. Вы должны нас защищать, а не затыкать нам сты и показывать свою силу. И не запугивать нас. Еще депутатов смейте запугивать в стенах народного хурала, на заседании комитета. Здесь что за манера общаться с депутатами? Я требую разбирательность по всем фактам, которые я озвучил. И я требую извинения от министра МВД за такую манеру общения с депутатами. Спасибо.